Всем доброе утро. Мы тут что-то лицезреем. Что там у тебя? Что там у тебя не видно, непонятно. Да, у нас дождик. Правда, все обещали 16 градусов, но дождик. Люди занимаются. Надо будет тоже мне потом выйти. Андрей сегодня у нас на работе. Завтра он тоже на работе. Завтра он на сутки, сегодня на работе. Кстати, пока я не забыла, то есть как бы, если честно, я это не проверяла по информации. Ну, потому что мы купили. Мы учиру в свое время. Каждое по отдельности. Сначала окружающий мир, потом по математику и русский. Мы выкупили три курса все, чтобы заниматься с Яськой. А сейчас я только вчера узнала, я не знаю, это недавно или это недавно, или это в связи с этой вот пандемией. У тех деток, у кого есть инвалидность, этот курс можно купить бесплатно. То есть ты туда отправляешь техподдержку, свой айти ребенка и инвалидную справку об инвалидности. И они открывают полный курс. Вот так вот всего на целый год. Ну, я пока не стала этим пользоваться. Думаю, потому что, в принципе, у нас практически все есть для английского. Не знаю, он, правда, Яське нравится английский, но я не хочу его путать, потому что пускай сначала с русским разберется. Возможно, вот так вот. Хотя, не знаю, посмотрим. Ну, так что, если, может, кому-то, на самом деле, эта информация пригодится, будет нужна, я буду очень рада. Так что, вот так вот, в принципе, очень классная информация. Ладно, мы встаем, сейчас у нас массаж. Я спи до последнего, уже почти полдевятого, но такая погода, видно, поэтому и спать хочется. Я тоже выспала, вчера рано легла, в принципе, поставила ролик на загрузку, ночью поставила, я не знаю, там даже еще не смотрела, выставила, вот. Будем зла делать. Никак я своими цветами не займусь, никак я их не пересажаю. Ну, вот этот нормально идет. Ну, тут я вообще, действительно, очень много молодых пошло, вот он один нормальный. Тут, вроде бы, вот молодые тоже есть, но он такой, конечно, уже весь обшарпанный, но, надеюсь, он восстановится. И у меня очень много крышков, Андрей, правда, говорит, не сажай. Я не умею, я не умею их выкидывать, когда вот так цветок ломается или что-то я рассаживаю, я не умею цветы выкидывать, я не знаю. А я, может быть, это моя проблема, я начинаю их рассаживать, пересаживать. Но я посмотрю, может быть, я их пересажу в более такие пучки обширные, в два-три корня вместе. Посмотрю я, чтобы не очень много было. Я знаю, мы слышали, потому что кашпо у нас здесь, наверное, вряд ли получится, потому что мы даже тюль не делаем. Я не делаю тюль из-за пыли, я минимально этих занавесок. У Яры были проблемы всегда с бронхами, в том плане, да, с лёгкими. Очень мысль-то слабый, и вот эти лишние, честно говоря, занавески. У нас было всё, у нас есть это всё. Ну, как бы, и со старого жилья мы привозили, и в своё время у нас эти были тюли, и занавески, и скатерти на столах. Честно говоря, максимально избавились от пыли, от стирок. Так, я понимаю, мы вот неэстетичны, красота, но мне, например, так комфортно, мне удобно. Смысл тратить, для меня сейчас так, тратить время на вот эти стирки этих тюлей бесконечные, глажки. Может быть, когда-то время пройдёт, я поменяю опять своё решение и заново. Просто мы здесь надо было в своё время поставить большую такую, хотели бы тоже такую штулю, штору, но как-то здесь, по-моему, не смогли тогда найти. Здесь очень, видите, большое окно, без, оно не нормативное. Надо просто было поковыряться, у нас здесь нет ни Леруа, ничего, у нас, ну, как бы, город небольшой, чтобы где-то, мог быть, заказывать интернет, конечно. Ну, в своё время было не до этого, сейчас тем более. Кстати, это, может быть, вот так вот с этой позиции, если... Так что посмотрим, тоже что-нибудь придумаем пока так. А вот насчёт вот этих мы смотрели, но стоячие, как бы, для цветов, что вот куда их ставить, я, мне очень понравилась, такая стоячая большая. Мне, знаете, как бы не нравится. Мне нравится, они бывают, вот на подоконник ставят вот такую круглую, и на неё выставляют вот так вот по кругу. Но мы тоже здесь, в Калуге, я не могу её найти, мы никуда так сильно не выезжаем, ни какие-то строительные какие-то, вот здесь то, что есть, которые, они какие-то все такие примитивные, ну, просто на две штуки смысл, да, ставить её сюда, наставлять вот на подставку. А вот таких вот больших, чтобы красиво, чтобы было, как только я найду, мы, конечно, может быть, и купим, в том плане, что пока я её не видела, просто мы не встречали, мы одно время заморачивали, даже с Андреем искали, но вот так и не смогли найти. Я просто смотрю, сразу параллельно цветочку, надо будет их реанимировать, вот этот засранец. И всё равно, честно, она, видите, они когда у меня стояли на вертикализаторе, она на вертикализаторе, их просто там, она залазила, прыгала постоянно туда, ей не нужен был подоконник, ей нужен, что я машу руками, это у неё вот привычка с детства, я видела, кто-то мог обратить внимание, периодически драться, но у неё вот она с детства, вот видите, вот эта вот защитная реакция никак, живут, она уже подпускает, и здесь тоже иногда, если лежит, иногда у неё вот срабатывает всё равно как-то опасность, видно, я не знаю, может быть били, может быть что, иногда она вот у неё срабатывает вот такое, какое-то, не знаю, она не то, что скажу, агрессия, но у неё какой-то страх, ей кажется, сейчас её тут начнут пинать, она и маленькая была, она вообще к ногам не боялась под, около ног рядом находиться, но сейчас она уже так вот как-то много что отошло, но некоторые ещё приходят, приколы остаются периодически, не всегда, не скажу всегда, она очень часто ласкается, так, я имею в виду, она лежит, когда можно подойти и просто полоскать, но иногда вот так начинает, вот опять вернуться, видите, что, шоколадку чуть попозже, у нас опять такой вот весь рабочий тут режим, чуточку онлайн, чуточку лайтовый, мне, кстати, челку надо вот, мне кажется, с челкой более-менее, но челку надо постричь, нет, Яр, ты этот шоколад, а он всё батончики, я покупала как-то соседке батоны, но мы сейчас, за счёт вот этой пандемии, я больше к ней не захожу, не хожу туда, потому что, ну, мало ведь, а, извиняюсь, я покупала для соседки батончики, но она взрослый человек с проблемами, плюс там, в общем-то, гипертония, не гипертония, но там, постинсультная, всё, поэтому думаю, не рисковать, спуститься она вниз, не спуститься, подняться мне тоже, знаете, как, в общем, шоколадки остались, будет возможность, потом как-нибудь встретимся, и вот я так немножко нет-нет себя, расслабляю их, кушаю, мне нравятся вот такие батончики, это как-то батончики моего детства, а я, здесь, Яра, здесь тёмный шоколад, я не знаю, как бы, я не стараюсь, Яре, здесь тёмный шоколад давать, мы, ну, ладно, я сейчас отвлеклась немножко, мы поработали с Ярой опять на руки, вот это, я не буду, наверное, каждый день это все отснимать, я буду просто потом с какой-то периодичностью вставлять уже, когда что-то дальше будет у нас проходить, улучшения, какие-то разработки, там, как бы, да, вот, ну, совершенствования, сейчас мы попробуем с, как его, ну, сядь, ну, что и такое, вот сидит карбон, как вот неправильно ему кальнули тогда вот этот вот трапецию, и всё, голову опустил, и больше так он её обратно не восстановил, у него такая была хорошая шея, давай, выравнивайся, пожалуйста, короче говоря, я сейчас вот эти трубочки, и мы сейчас попробуем поработать с буквой Т, мы будем дуть на вот эти ватные шарики, отрабатывать дыхание и отрабатывать наше занятие, у меня теперь ещё есть тетрадь по лого-занятиям, сейчас покажу, я сейчас даже бутылки сохраняю, но я потом покажу, для чего я вот эти всякие бутылки пластиковые сохраняю, одно время было, потом как-то я их повыкидывала, но сейчас опять думаю, что хочу, и ещё хочу вот такие тоже бутылочки, то есть более с узкими горлышками, ну, то есть, как бы, они у меня, видите, там тоже, мы, так вот, маленькими, всем руками, он, а когда он её заполнит, я потом уже повежу, в крайнем случае, здесь вытащить, конечно, эти колючки невозможно, разрежу и выкину, то есть, как бы, вот для таких его занятий, а тетрадка у меня логопедическое занятие, Яра, вот мы записываем всё, что мне нужно сюда, в тетрадь, мы повторяем звуки, надо вообще от кашля по тренировать букву Г, потому что Яра как-то их путает, когда надо Г, он говорит Т, когда Т, надо на Г, кашляем, в общем-то, в принципе, заниматься, и где-то я ещё начала писать чуть-чуть другое занятие, кулаки, вот эти, вот это я делала с ним упражнение, сейчас кулаки стоят, кулаки лежат, поддерживаем за локти обязательно, и отрывая ладони каждое утро, да, вот, то есть, как бы, вот эти руки, мы это упражнение уже сделали. Вот скажите, что сегодня у нас Яра, скажите, что сегодня у нас вот здесь вот 16 градусов, скажите, нет, мы закончили занятие, логопедическое, Яра там огукала у меня в конце, в итоге, и все ржёт сам, с этого, сам себя, я даже не знаю, что с этой погодой, вроде бы, 16 обещали, обещали, типа, вот так, показывает 18 градусов, но ветер такой, что, может быть, дождь пройдёт, Яра, ну всё, вот у Яры, что плохо, и начнёт, и всё, но потом остановиться, всё, нет, останавливай себя, слюни, гад, а вытирай слюни, распустил, Дуня, слюни, всё, прекращай, у него плохо, он не может потом, всё, вот нет такого тормоза, чтобы, типа, как бы, переключился, и теперь будет истерик, ну прекращай, кстати, как-то я очень часто сталкиваюсь, у меня девочки говорят, что вот, там у нас нету, то есть ты вот тейпируешь, мы не можем, у нас не получаются, у нас тейпов нету, не знаем, где купить, я вот купила, кстати, на аптеку.ру, я не говорю, что очень много тейпов, кстати, на спортмастере, можно просто в магазин, но вот если, ну и опять же, сейчас, например, спортмастер открыт интернет заказа, мы прекрасно заказываем через интернет, и у них даже пока карантин, у них, кстати, бывает и доставка, мы на тысячу рублей вот купили тогда, тысяча с чем-то, они принесли доставку бесплатно, правда, пару дней подождать, но это не факт. А вот аптека рук, кстати, я заказала, мне Ира прошлый раз присылала такие, же тейпы, только широкие, вот он тейп, я просто смотрю, он у меня немножко уже заканчивается, я вот такой же кинезиотейп, то же самое, это же прям фермы, по-немецки, они, в общем, что они, честно говоря, в общем, она мне сказала, что это самый один из лучших тейпов, пользуюсь, я вот такой опять взяла, выбрала просто цвет, желтый, ну, такой, чтобы было свежо и интересно, цвет не имеет значения, прекрасно, я вчера заказала, а сегодня мне уже предоставили его, то есть вчера, позавчера, ну, в общем-то, когда Андрей говорил, там на 3000, он показывал вам, вот мы как раз тогда забрали, просто я не снимала, не показывала, что мы купили, какие витамины, потому что Мика забрала себе сразу, свою часть, я свою часть уже пью, Андрею тоже даю, и, кстати, я стала принимать миксидол, мне как-то девочки, не помню уже, честно говоря, в ВКонтакте, ВКонтакте мы, потому что, не помню, хотел сказать, не помню, где мы списывались, мне посоветовали, что заместо вот этих всех ноотропов и кортексинов попробовать, ну, вот второй день, я вроде как бы глотаю, так, посмотрим, как оно будет дальше, это чисто для, вот, антиоксидант, по-моему, для мозгового, чтобы вот эти головные боли снять, кстати, когда я, помню, приехала сюда, и у меня такие были, типа, мама, я летаю, очень часто, мне как-то наш педиатропевт посоветовал вообще генкобилоны, и я думаю, вот я тоже сейчас я как-то взяла, хочу Андрея подавать, но я не попадаю его с утра, мне надо, чтобы за ним понаблюдать, потому что к вечеру у него что-то давление поднимает, бывает и 130, вот, и поэтому, как бы тоже, да, ему что-то, все-таки надо поддерживать себя, свой организм, а у нас, посмотрите, вообще с погодой, что-то творится, сейчас будем быстро кушать, с Ярой, зайка, ставь ноги, просто хотела показать, что, поэтому, знаете, я так понимаю, что все решаемо, главное было бы желание, если честно, а если желания нет, и сегодня, кстати, я сидела, я уже второй-третий день сижу, я хочу велосипед смотреть, смотрю, как бы, ну, все, я на променад, погулять, решила пойти посмотреть, пройтись вообще, что, как, ну, честно говоря, пока они кушают, пускай сидят, куша там дала, немножко задание полепить, туда-сюда, но, в принципе, погода не такая плохая, я думала, намного хуже, в принципе, и ветер заканчивается, так что, я сейчас пойду, пройдусь, если честно, мне надо посмотреть, пару турбусов, все-таки, мне надо разделить, потому что, у меня сейчас и психолога занятия, у логопеда занятия, мне нужны какие-то турбусы, может быть, дойду фикс прайса, чтобы именно такие, а то слишком заваленные, а эти коробки тоже надо убрать по местам, ну, в общем, надо немножко тоже разобраться, поэтому, посмотрим, сейчас как раз и пройдусь, прогуляюсь, и проветрюсь, а потому что, нам еще физкультуру, и занятия, у нас, кстати, с сегодняшнего дня, ввели режим, обязательно, выношение масок, ну, наверное, быстрее всего, потому что маски, в большом количестве, по-моему, всех магазинов, я так думаю, никто их не покупает, и теперь у нас обязательно, тут уже в масках, и, я так понимаю, перчатки, по-моему, тоже, но у меня перчатки, я с собой таскала, я раньше, кстати, одевала, не знаю, у меня еще есть и обеззараживатель, вот, и, по идее, честно говоря, мне максимально, что мне надо, мы капусту, мы уже третий день, пытаемся голубцы сделать, мы вчера сделали борщом, капусту использовали, бабуля сейчас мясо все подготовила, она будет крутить голубцы, а мне надо сейчас основную, выкупить, капусту, чтобы она сделала голубцы, кстати, скажу, пускай делает с заправкой, чтобы были не просто белые, а с морковкой, морковка, лук, я раньше, кстати, любила еще и томат, вот такое делать, я пришла, сейчас разобрала, правда, оставляла их, но мне кажется, что они это не сделают, что ты везде ловишь, кого ты опять ловишь, хищник, купила такие вот две корзинки, потому что у меня много сейчас занятий есть, по логобедее, и надо сейчас собирать мне сенсорные, всякие, для занятий по дефектологу, поэтому я пока немножко так это охлаждаюсь, потому что это вроде резко потеплело, Яр, делай, делай, я хочу кофе выпить, немножко дела здесь делать, потому что я пытаюсь сейчас связаться по интернету, свои дела сделать, кое-что понахладить мне надо, вот.